Всем здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня у нас замечательный гость и очень интересное направление спорта, который научит нас стрелять из лука. Юрий Димаков, серебряный призер Кубка России 2017 года по стрельбе из лука. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Я так понял, два месяца, да, у нас практически, еще даже второй месяц не закончился зимы, а у нас уже есть чемпионы в Новосибирске, так сказать. Призеры. Призеры, призеры. Расскажите нам про Кубок стрельбы из лука, что он из тебя представляет, что это за состязание? Представляет это соревнование всероссийского масштаба, когда собираются лучники со всех регионов и соревнуются, кто более точный стрелок. Это был первый Кубок для вас? Для меня Кубок был первый, да. До этого я участвовал в чемпионате России, ну, это было летний соревнование, сейчас зимний. То есть дистанция 18 метров. Спортсменов, в общем, участвовало больше 400 с 38 регионов России. Юрий, ну, сразу вопрос. Как научиться, как долго учиться? Ну, это очень сложный агрегат, мы видим. Как разобраться в этом всем? Сколько времени надо? У нас, говорят, стрелять просто, попадать сложно. То есть, натянуть тетиву, так сказать. Сделать выстрел, да, легко. Сделать правильный выстрел, этому надо учиться. То есть... Знаем, что на Кубке получилось так, что было 27-е, да? Квалификационное место. Квалификационное 27-е место. И получилось так, что вырвались на второе. Да. Как это возможно вообще? Для меня всегда... Ну, в квалификации я немножко нервничал, потому что хотел настрелять определенный уровень, и это мешало. Соответственно, вот, помешало той технике, которую я наработал, ну, скажем, стрелять в той технике, в которую я стреляю обычно. Ушел в старую технику и начал стрелять по удивятым. То есть, спокойствие, только спокойствие. Да, не смог справиться именно с собой. Ну, и вы, ответьте, все-таки, сколько вы времени занимаетесь этим? Как сложно, как долго научиться? Ну, занимаюсь я примерно два с половиной года. Свой лук у меня появился два года назад, первый. Это второй лук. То есть, ему как раз в феврале год. Практически с днем рождения тебе, товарищ. Да, да, то есть, за год, вот, получается, с этим луком настрелял. Но, друзья, у нас все-таки, мы что-то сидим, у нас все-таки настоящий лук с вами. Можно, да, посмотрим. Пощупать, посмотреть. Я даже не знаю, что про него спросить, потому что для меня всегда лук был. Это палка и стрела. Давайте я начну рассказать. Ну, это стандартный колчан и стрелы. То есть, можно начать со стрелы. Давайте. Так вот они вот. О, легенькая какая. То есть, стрела, соответственно, состоит из, ну, вот, сама трубка, наконечник. Наконечник под себя спортсмен подбирает каждый сам. А они чем-то различаются, да? Они весом различаются, в первую очередь. А, именно вес. Да, нагонял. Расчетили зрители, это не острие, не такая она, на самом деле, острая. Да, это не острие. Не зарежет. Это спортивный снаряд. Пеле. Каждый спортсмен под себя выбирает цвет, выбирает размер и хвостовик. То, что непосредственно одевается на течке. А что меняется, вот, если, например, перо побольше? Больше, оно летит медленнее, но стабилизирует быстрее стрелы. То есть, стрела вылетает неровно, она колеблется. И, то есть, только к концу пути она, как бы… В зависимости как раз от наконечника и от пера, и от точности настройки лука, как выходит, то есть, дистанция, на которой она стабилизируется, может меняться. Юрий, ну вот известно, что если натуральные перья, да, то как на аэродинамику это все влияет? Лучше, не лучше? Ну, оно легче, стабилизирует чуть-чуть быстрее. Но оно требует большего ухода. Слушайте, ну, вот настоящая профессиональная стрела, я так понимаю, это вот уровень прям уже чемпионов мира. Чемпионы мира. Так, стрелы мы посмотрели, давайте перейдем дальше. Юрий, расскажите, как натягивать тетиву, я знаю, что это какое-то бешеное количество килограммов усилий нужно приложить, это все сложно, да? Смотрите, сам лук. Мне кажется, не так сложно. Так, я еще пожить хочу. Смотрите, лук состоит, вот сам лук находится, тетива, здесь лук блочный, поэтому здесь идут эксцентрики. Подставку мы ее уберем, вот, за счет них и идет натяжение. То есть, в начале в блочном луке идет натяжение более сильное, потом оно, когда растягиваешь, держать легче. То есть, самое главное, приложить усилия вот в самом начале. Растянуться и встать. Ну, я отслышала, что это 20 до 30 килограммов, собственно, усилие вот этого. Ну, максимально разрешенная сила натяжения в России 27 килограмм. А почему больше нельзя? По закону считается дальше оружием. А, то есть, вот оно как. До 27 килограмм это спортивный снаряд. А можно попробовать натянуть? А из чего тетива сделана? Это нитки. Специальные капроновые нитки. Так, только нельзя, вот, в любом луке запрещено холостой сброс. Ага. Иначе летят плечи и блоки. То есть, можно растянуть и отпустить. Все, так, попробуем. Потому что лук... Я даже его поднимать не буду. Вообще на вытянутой руке он держится. Ладно. Андрей. Сейчас мы попробуем. Так, ну, держу я его, видимо. Ну, я пробовать не буду после этого. Это, мне кажется, мне нужно держать ногами, а теперь... Это лук ослаблен. Это лук еще и ослаблен. На зиму он ослабляет. Все, Андрюх, опозорился, хватит, хватит. Нет, все. Все, я пошел остановлюсь. А какова скорость полета стрелы? У спортивных луков она меньше, чем у... Есть охотничьи луки, есть спортивные. У спортивных луков скорость полета стрелы где-то от 70 до 90 метров в секунду. Но я вижу, у нас лук, судя по всему, либо из очень плотного дерева чем-то покрытый, либо металлический он идет. Это сплав алюминия. Сплав алюминия. Да, сама рукоятка. Плечи карбоновые. Тяжелый? Тяжелый. Ну, как? Ну да, тяжелый. На вытянутой руке-то. Тяжелый. По сравнению с натяжением, конечно, все проще. Основной вес дают стабилизаторы. Они разбираются очень легко. Это металл. Это для утяжеления лука. Каждый под себя подбирает сам количество грузиков. А стабилизаторы нужны для того, чтобы он ровно находился? Его тяжелее повернуть. Чем тяжелее лук, тем тяжелее он поворачивается. И это хорошо. Тут надо понимать, что тяжелее поворачивать, но ты можешь по времени меньше удерживать. А если, скажем, есть такие люди, которые стреляют вообще без стабилизатора? Не видел. Или это в принципе невозможно? Без стабилизаторов охотничьи луки. Ну, у них короткие стабилизаторы, как правило, сантиметров 15-20. И они достаточно легкие. Это как раз-таки на реакцию, да? Достал стрелу. Да, это стрельнуть по большой мишени, такой как кабан, там, лось. Интересно, кто-нибудь охотится вообще сейчас? В России запрещена охота из лука. Вот, друзья, только в спортивных целях. Есть спортивная стрельба, 3D называется. То есть имитация охоты. Ставятся резиновые звери и по ним делается стрельба. И вот не коснулись мы еще одного предмета. Это прицел. Точнее, еще двух предметов. Это полка, куда ложится стрела непосредственно. Я покажу. Натягивать, друзья, не будем. Мы за кулисами поговорили. Если натянуть стрелу, то вот хоть чуть-чуть, вот сразу все тут разнесет все. Вот. Она лежит на полочке, делается выпуск. Она вибрирует для того, чтобы погрешности при выпуске было меньше. И прицел. Прицел регулируется самостоятельно, то есть под линия вымета. Скоб называется. Вот эта штучка, куда вставляется линза, увеличивает. То есть она диаметр тоже разный. Каждый подбирает под себя индивидуально. Ну вот, собственно. На каком расстоянии мишень? Зимой зимняя дистанция 18 метров, но диаметр десятки 2 сантиметра. А сам чемпионат проходит? Стоят два лучника, стреляют в одну мишень? Нет, у каждого мишень своя, иначе можно стрела в стрелу попадать. Эти случаи были нередко. Задача из скольки раз, сколько раз попасть? Максимальное количество очков, я понимаю. Максимальное количество очков. Делается два круга, 10 серий по 3 выстрела. То есть получается 60 выстрелов. То есть максимальное количество десяток нужно попасть, чтобы выиграть. Это в квалификации. Дальше идут спарринги. Делается 5 серий по 3 выстрела. То есть 15 выстрелов, максимальное количество 150 очков. У кого больше очков, тот и выиграл. На ваш взгляд, что сложнее? Спарринг или квалификация? Квалификацию можно наработать, а в спарринге, наверное, удача тоже важна. В спарринге, да, доля удачи присутствует. Опять же, если спортсмен более подготовлен морально, то у него больше шансов выиграть. Если соперник не подготовлен более слабо, он может сделать промах. Кстати, в одной 16 финала я стрелялся с мастером спорта международного класса, бывшим сборником. Он на второй серии сделал промах. Повернулся ко мне и сказал, все, я тебе подарил победу. После этого у меня девяток не было, я расслабился и сделал все десятки. Поймал эту волну и дальше у меня просто пошло как по накатанной. Мы знаем, что у вас это второе соревнование. Такого уровня, да. Да, расскажите про соперника. Как этот реванш получилось взять? Да, на чемпионате России летом, также в Орле, меня выбили в одной восьмой финала. Тоже мастер спорта международного класса, бывший сборник. В этот раз я с ним также встретился в одной восьмой финала. И у нас по квалификации было одинаковое количество очков. Когда одинаковое количество... Стрела в стрелу? Нет, тогда вешается мишень новая и делается по одному выстрел. И у кого стрела ближе к центру, тот и выиграл. То есть делается все один выстрел. Ну, я так понимаю, иногда разница в миллиметрах буквально. Иногда даже судьи не могут определить и дают еще раз перестрелку. Вот такой вот, собственно, спор. Ну, там перестрелку не давали, у меня стрела оказалась в центре, у него чуть дальше. Но реванш какой, да, после лета? Да, я получил большое удовольствие. А какие соперники из каких городов, ну, так скажем, более квалифицированы? Ну, лидерами в стрельбе из лука, так как национальный вид спорта является, это Бурятия, это Республика Саха, Якутия. Вот, это вот два основных лидера. Плюс в Москве сейчас очень много специально. У нас в Новосибирске учат, и где можно научиться? У нас есть несколько тиров, где ходим, занимаемся, каждый выбирает тир под себя. То есть, это, во-первых, по месту расположения, по удобству, по графику работы. Вот, научиться можно, в любом тире прийти, попробовать, пострелять, нравится, не нравится. Еще один момент. У нас недавно, не так давно появился очень хороший тренер, мастер спорта с СССР. Еще, ну, то есть, да, если не ошибаюсь, чемпион мира по молодежке, Баир Циденович Лихнобоев, Бурят. То есть, как бы... То есть, его национальный вид, да. Вот он за два месяца до кубка начал меня маленько подучивать. Вот результат налицо. И он, кстати, сейчас будет набирать себе учеников, так что желающие могут прийти и попробовать. Друзья, дерзайте, занимайтесь спортом, развивайтесь. И развивайте не только сноровку, но и спокойствие, уверенность в себе. Но перед этим качайте правую руку. Ну и левую, наверное, тоже. А я напомню, что у нас сегодня в гостях был серебряный призер Кубка России 2017 по стрельбе из лука Юрий Димаков. Юрий, спасибо большое. Спасибо большое, хорошего дня. До свидания.